Сегодня я захотел сделать такой быстренький разбор соляка, который я играл год или полтора, наверное, назад. На ютубе меня лежит в шортсах. Это гостевое соло Гатри Гована к композиции Стивена Уилсона. Happy Returns. Офигительный соляк с огромным количеством, на самом деле, микро каких-то нюансиков. Итак, что у нас в самом начале, с чего нас встречает наше соло? Вот такая вот фраза. Вообще, он там играет без медиатора. Один только удар медиатора он делает, и дальше он переходит слайдом, то есть примерно вот таким вот образом. Я сейчас специально буду акцентировать немножечко медиатором, чтобы просто лучше было слышно саму ноту. Но на деле, опять же таки, мы здесь делаем бенд с вами на полтона. И резким движением, чем резче, тем будет на самом деле лучше, потому что нам нужно немножечко слайдиком возбудить струну, чтобы она, опять же таки, прозвучала поярче. Поэтому не делайте здесь медленных слайдов. И в самом начале еще не надо делать медленных бендов, то есть бенды сами по себе на самом-то деле быстрее. Вибрация у нас здесь играется триолями, темп у нас 140, то есть это в целом весьма такая быстрая вибрация. Так она еще плюс-минус такая весьма амплитудная, то есть полтона это 100% минимум здесь, который нужно делать, то есть меньше не пойдет. И за счет скорости и амплитуды вибрации ее очень легко закозлить, то есть ее легко сделать вот прям кривой, косой и хреновенькой. Поэтому обращайте внимание, да, за тем, чтобы она была ритмическая, во-вторых, чтобы она была одинаковая по амплитудам, и в-третьих, чтобы вы обязательно ее опускали до той же ноты, с которой вы начали играть вибрации. То есть если мы поднимаем, то струну нужно обязательно опустить обратно в эту же самую, соответственно, позицию. Идем дальше. Дальше мы с вами бьем по нотке, по пятому ладу, делаем сразу паузу. Паузу реализовываем правой рукой, ребром ладони закрываем сразу все струны, то есть... И это вот очень часто будет здесь встречаться в этом соляке. И дальше нас ждет бэнд на тон, сложно его весьма, на самом деле, делать. Здесь, на самом деле, можно и вверх, наверное. Мне удобнее вниз. И вот это тоже очень сложный момент и очень прикольный нюанс. Это прям такой классический Гатри Гова, но он играет это очень-очень часто. То есть мы с вами что делаем? Взяли мы бэнд, и потом мы с этого бэнда начинаем делать слайд, и мы должны с вами прийти в итоге указательным пальцем на второй лад четвертую струну. Но мы-то бэнд делаем тремя пальцами, поэтому по дороге в момент этого слайда мы еще делаем pull-off этим безымянным пальцем на указательный. То есть еще разок. Ни в коем случае не делайте этот pull-off, находясь на бенде. То есть pull-off нам нужно сделать в процессе, когда мы летим с этого бенда, то есть где-то вот в этом регионе грифа, и приходим на указательный палец на второй лад. Дальше мы делаем слайд со второго лада на пятый, и делаем опять же-таки паузу. Пауза опять реализовывается ребром ладони правой руки. Потом после паузы снова слайд со второго на четвертый. И здесь Hammer pull-off и удар, соответственно, медиатора. И вибрации. Это все триоли. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Тем самым первая наша фраза звучит. Двигаемся дальше. Сложный очень момент. Здесь все стабильно. Опять же, пауза, обратите внимание. Бенд на тон. И потом можно, кстати, тоже с паузой. То есть... Опять пауза. И приходим в четырнадцатый лад на третьей струне. И здесь нам нужно сделать на бенд. Не поверите, на сколько полутонов. Раз-два-три-четыре-пять. То есть... Вот она нота. То есть мы делаем с четырнадцатого лада, грубо говоря, на девятнадцатый. Это просто обоссаться можно. Я как раз-таки пальцы очень сильно убил, когда я делал тот кавер. Там на видосе не видно, но там такие остатки от кровяных мозолек на пальце у меня оставались в тот момент. Короче говоря, этот бенд не только сложен тем, что его нужно на пять полутонов наверх протянуть. Но еще тем, что мы его должны сделать с определенной ритмикой. То есть мы должны с вами повисеть немножечко на ноте. Дать ей прозвучать. И потом медленно, аккуратненько поднимать ее опять же таки наверх. И в конце немножко ускорившись, как бы стрельнуть прям вот в эти вот последний пятый полутон. Да, опять же таки наверх. И сразу еще приглушить ребром ладони. И приглушили. И аккуратненько опять же таки спустили. У кого третья струна расстраивается часто, сочувствую очень. Это наша следующая фраза. Вибрации опять же таки триолями. Но мы играем здесь только две вибрации. То есть вторую и третью триоль. И здесь мы с вами делаем микробенд. То есть 14, 12 и 10 лад мы делаем микробенд. Про микробенд много я уже, наверное, говорил. Но, окей, повторюсь на всякий случай, что мы бьем с вами по этому десятому ладу. Висим на нем какое-то определенное время. Я это называю чаще всего статичная нота. То есть когда с ней ничего не происходит. И прям под конец звучания и длительности этой ноты мы с вами делаем иллюзию, как будто мы такой тянем медленный-медленный бендик. И вот как будто сейчас мы куда-то, куда-то, куда-то придем. Но потом мы его резко обрываем ребром ладони. Хотя медленный, конечно, вряд ли можно здесь сказать. Ну, то есть он в средних таких темпах. Оп. И я сразу ребром ладони глушу. То есть глушу я опять же таки верхнюю точку. То есть если я взял ноту, вот моя статика. Я повышаю, повышаю, повышаю. И его где-то здесь я обрубаю. То есть там нету... Не так важно. То есть там тон, полутона. Не думайте про слово микро. Да, что это значит очень маленький бенд. Нет, здесь можно прям нормально так садануть. Сходить вот таким вот образом. Следующая фраза. И снова бенды. И там уже будут чередования бендов. И звучит она следующим образом. Может быть не очень точно сейчас тяну, но не суть. Мы приходим с вами на 19 ладу вторую струну. И сначала мы с вами делаем бенд на полтора тона. То есть вот до этой ноты. Дальше мы с вами должны сделать бенд еще раз, но только уже не до 19 лада. Извиняюсь, не до 19... Да. Точнее, не его до этой ноты, а до этой ноты. То есть уже на тон. То есть еще разок. Первый бенд на полтора тона, второй бенд на тон. Проще скажу, а то я сам себя уже запутал. Здесь нужно понимать, что чередование бендов делается следующим образом. У вас может быть там в чередовании несколько бендов подряд. Например... Ни в коем случае не опускайте бенд в стартовую ноту. Не опускайте это прям опять же до конца. Иначе это будет... То есть очень прям так в лоб. Опять же таки, они бьют. Нам нужно поднять бенд, опустить его буквально на четвертинку тона и снова поднять. То есть в данном случае мы поднимаем с вами бендом полтора тона, потом опускаем его чуть-чуть, да, и делаем еще раз подъем, но только уже в тон, грубо говоря. И у нас получается... И потом мы берем с вами 15 лат, и мы не должны услышать ни в коем случае опускание предыдущего бенда. То есть не вот так фраза звучит, вот это вот падение не должно быть. То есть... После 15 лада мы делаем с вами... Выбираем любую точку, но я опять же таки буду двигаться от 16 лат на третью струне и делаем такой слайдик фаршлагом. Такой прям специально резкий, чтобы его было слышно. Но чтобы не было слышно сам 16 лат. Берем 12 лат, потом 11. И дальше нас ждет 12 лат на 4 струне, 12 лат на 5, 12 лат снова на 4. Можно это сделать вот этим движением, но мне привычнее, конечно же, делать это вот так вот. Следующая фраза. Опять же таки, слава богу, это не чередование бендов, то есть, но мы здесь должны поднять с вами бенд на тон, потом, и это причем на 4 струне, потом доподнять, то есть еще приподнять его на полтона и потом опустить в стартовую ноту, то есть... и чтобы это еще было чистенько. Но здесь есть такой лайфхак. Не стесняйтесь использовать вот эти вот оставшиеся ваши пальцы. То есть, например, я тяну 4 струну сейчас вниз, я вот эти вот пальцы свои средние, безымянные, мизинец, кладу на нижние все струны, то есть на третью, вторую, первую и так далее. То есть... И вот у меня пальцы... Они не дают прозвучать эти ноты. Да, и спокойно опять же таки спускаюсь. И обратите внимание, что опять же таки эта фраза играется с одного удара медиатора. И опять там будет вибрация триволеми. Следующая фраза практически такая же, но... Гован здесь поднимает бенд опять же с медиатора, потом делает такую микропаузу, приподнимает этот бенд снова на полтона, бьёт медиатором и опускает. То есть... Подняли. Пауза. В этой тишине поднимаем ещё на полтона. И медленно его спускаем сюда. То есть даже вот эта одна фраза это просто уже... Прааааа! В разрыв мозга. Следующая фраза Нам очень здесь важно, очень нужно, чтобы у нас была большая прям погрузка медиатора У нас эта фраза звучит как будто мы так сквозь зубы продержаемся и с кем-то общаемся С такой вот агрессией опять же таки В табах все это опять же таки есть На что здесь стоит обратить внимание Начало Здесь я уже бенд делаю наверх на четвертой струне Но это не обязательно делать, мне просто удобно так Потому что дальше мизинцем я должен взять 15 лад на второй струне Здесь берем 13 лад на второй струне Потом еще раз по нему бьем и делаем очень резкий слайд на 10 лад на второй струне И вот с этого момента начинается часть, где у нас именно много вот этого погрузки медиатора Обратите внимание Очень много гружу и все это с паузами такими И последняя фраза это прям полная противоположность предыдущей фразе То есть где мы специально с вами грузили много и делали такой возюкающий звук Здесь наоборот должно звучать у нас мягко То есть она звучит у нас Здесь на самом деле классическая такая полупентатоническая фраза Самое главное опять же таки здесь ее сыграть максимально чисто Как раз таки без возюкающего вот этого звука, чтобы не утяжелять этот звук Бендики чистые, аккуратные спуски, опять же таки аккуратненькие Я обязательно добавлю таблатуру Я обязательно добавлю аудиофайлик, где я это играю под метроном Я единственное это буду играть не в оригинальном темпе, а помедленнее Чтобы можно было расслышать опять же таки все эти части Ну вы можете там замедлять, опять же таки смотреть и сравнивать свою игру с моей игрой Также я наверное добавлю диайники того, как я играю все эти части Чтобы вы могли взять мой диайник, обработать это например своим звуком Посмотреть как бы это звучало у вас На этом все, вот такой вот мини-разборчик соличка, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok